Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Кто-то из умудренных опытом сказал, мне столько лет, насколько чувствуют себя мои кости и суставы. И действительно, сейчас, когда увеличилась продолжительность жизни, и тот возраст, который раньше называли пожилым, сейчас относится уже ко второй молодости, а то и к первой, очень важно сохранить кости здоровыми, а суставы подвижными. Как с этими проблемами справиться, мы сегодня и спросим у врачей-специалистов, гостей нашей сегодняшней программы. А пока предлагаю небольшую анатомическую справку. Мы не представляем себе жизнь без движения. А между тем, для того, чтобы дать нам такую возможность, работают все системы нашего организма, включая костно-мышечную. Она, в свою очередь, состоит из костей, мышц, связок и суставов. А так как основная двигательная и физическая нагрузка приходится именно на опорно-двигательную систему, то и риск травмирования здесь особенно высок. Именно вопросами диагностирования, лечения механических повреждений и деформаций, а также мерами профилактики и занимаются врачи-ортопеды-травматологи. Кстати, считается, что основы современной травматологии заложил ещё Гиппократ. Ему приписывают сочинения о переломах и о суставах, где он излагает методы лечения. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» врач-ревматолог, главный специалист по ревматологии городской, заведующая отделением ревматологии 1-й городской больницы Елена Эдуардовна Карпенко. И врач-ортопед-травматолог, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Гомельского государственного медицинского университета Олег Петрович Совчук. Здравствуйте. А также традиционно сегодня в нашей студии двое студентов Гомельского государственного медицинского университета, которые будут нам помогать. Это Дарья Голубова и Станислав Бондаренко. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Итак, ребята, давайте мы с вас и начнём. Как вы поняли, сегодня тема нашей беседы – это заболевания костей и суставов. Трудно переоценить роль рентгеновского исследования в диагностике этих заболеваний. И вот у меня первый к вам вопрос будет такой. А как и при каких обстоятельствах рентген открыл этот чудный метод исследования? Ну и вторая часть, чтобы вам не казалось всё очень легко. А какие ещё современные методы исследования суставов и костей, вы знаете. Но пока вы будете думать, вспоминать свои знания, мне хотелось бы начать нашу беседу сегодняшнюю. Елена Эдуардовна, у меня к вам первый вопрос будет такой. Статистика. Сейчас известно о том, что заболевания суставов есть практически у каждого десятого гражданина Республики Беларусь. И молодеет это заболевание. Если раньше это были люди 60-70 лет, то сейчас всё чаще и чаще обращаются пациенты 40-45 лет с болью в суставах. Почему вот так это происходит? Какие причины? И можно ли какими-то профилактическими мероприятиями продлить возраст здоровья суставов? В последнее время даже не пациенты 30-40 лет. К нам уже поступают 20-летние, 18-летние пациенты. Если раньше, ещё лет 10 назад, это были люди 50-60-70 лет, то сейчас, да, действительно, возраст наших пациентов молодеет, к сожалению. Потому что эти пациенты как бы не настроены активно долго лечиться. Они по молодости своей хотят быстренько выпить таблетку, чтобы стало быстро всё хорошо. Причин, конечно, молоденью артритов очень много. Это зависит и от нынешнего, как сказать, распорядка нашей жизни. Образа жизни, да. Особенно нашей молодёжи. И что касается профилактики особенно, нужно тут говорить не о молодых, а даже ещё моложе. То есть это период детства, период подростковый период. Потому что наши дети, сейчас мы все видим, они не играют, двигаются мало. Они сидят в гаджетах, в компьютерах, длительно, в неудобных позах. Чтобы хорошо скелет рос и развивался, мышечный корсет, нужно, понятно, детям двигаться, дышать свежим воздухом и, естественно, правильно питаться. Статистика говорит о том, что даже вот за последние 10 лет наши дети стали пить намного меньше молока и употреблять молочных продуктов. На сменную им пришли сладкие газированные напитки, сникерсы, то есть сладкие батончики, конфеты, сахарозаменители. Поэтому детский организм в своё время недополучает кальция, витамина Д, микроэлементов, которые нужны для роста костей и для роста нормального мышечного корсета. Соответственно, и с возрастом пик костной массы, который приходится на 25 лет, это тогда тот возраст, когда в организме самые крепкие кости. Да, они не добирают плотности костной ткани и с возрастом начинаются проблемы. Уже не в 70-80, если бы это была норма, а намного раньше, то есть в 50-60 уже проблемы с костями и с мышцами начинаются. Когда уже клиника начинается, профилактировать-то уже поздно, потому что поезд ушёл. То есть кость изначально, она недополучила кальций, и это уже как бы не вымывание кальция, а изначально его нехватка. Изначально уже проблема, да. То есть первичный такой остеопороз. Да. Ну и ещё два очень важных понятия – артрит и артроз. Чтобы мы понимали, это разные заболевания. В чём они отличаются между собой? Да, значит, артрит и артроз – это разное заболевание. Ещё недавно существовали даже такие диагнозы, к нам пациенты приходили с диагнозом артроза, артрит. То есть это говорит о том, что доктор, который смотрел пациента, он просто не совсем понял и, скажем так, подумал. Ещё не определился, что же это заболевание. Что же это, да. Значит, и артроз, и артрит поражают суставы. Но артроз – это только суставы. Артрит – это больше, чем суставы, поражают весь организм. Могут поражаться внутренние органы, там, почки, сердце, лёгкие, аутоиммунные заболевания. То есть вовлекаются весь организм. Вот. Соответственно, и начало данного заболевания. Артроз, как правило, это пожилые люди. 60, 70, 80. У некоторых начинаются после 50. Артритом можно заболеть в любом возрасте, как младенцы, маленькие, от года до трёх, так, и пожилые люди. Но чаще всего, конечно, это более молодой, до 40 лет, более молодой возраст у артритов. Вот. И, соответственно, и лечатся по-разному. А так как учили нас окончание ИТ-воспаления, а окончание ОЗА – это как бы структурные изменения. Действительно ли это так? Или вот что касается к этим заболеваниям, так нельзя сказать, что при артрозе нет воспаления? Значит, при артрозе воспаление тоже есть. И вот последние исследования, последние доклады европейские говорят о том, что в Европе называется артроз, остеоартритис. И у них как бы это ИТ там тоже присутствует. То есть элемент воспаления при артрозе есть точно такой же. Но немножко вот механизмы при артрозе, при артрозе разные. И в дебюте, конечно, есть элемент воспаления. Поэтому тут нужно очень серьезно, очень внимательно отличать эти понятия. Клиника разная, разные методы лечения. И что самое интересное, при артрозе и при артрозе – разные болевые синдромы. На что тоже нужно обращать внимание. Ну и раз мы уже коснулись болевого синдрома, то понятно, качество жизни при этом у человека резко снижается. Если такой диагноз поставлен, это навсегда? В принципе, да. То есть вылечить нельзя, можно добиться каких-то... Что касается артрозов, понятно, что если этот диагноз поставлен, он остается у пациента навсегда. Вопрос только в прогрессировании данного процесса. Потому что артроз, вот если, например, поставили пациенту артроз второй стадии, если его не лечить, то третья стадия может быть, грубо говоря, завтра. А если его лечить, поддерживать курсовыми лечениями, то он может быть до третьей и, скажем так, не дойдет, останется длительно на второй. Что касается артрита, вылечить достаточно его сложно, потому что есть разные артриты. Есть ревматоидный артрит, реактивный артрит, псориатический, то есть их много разных артритов, да. Вылечить все достаточно тоже очень сложно, но добиться длительной стойкой ремиссии, когда пациент себя чувствует хорошо и практически остается только на одной базовой терапии, которая принимается 2-3 таблетки в неделю, в принципе, очень возможно. Понятно. Ну что ж, я думаю, что у наших ребят было достаточно времени для того, чтобы рассказать нам про основной метод исследования, да, это рентгеновское исследование. Кто расскажет нам об истории? Давайте я попробую. Да, пожалуйста. Наука как рентгенология получила свое название благодаря Вильгельму Конраду Рентгену, который даже неожиданно для себя сделал такое открытие. Однажды вечером, выходя из своей лаборатории, когда он выключил свет, он увидел зеленоватое освещение с экрана. На экране были нанесены платино-синероидный барий. Он предположил, что это могло быть возможным из-за находящейся рядом кругсовой трубки, которая находилась под напряжением. Когда он отключал это напряжение, свечение прекращалось. Когда обратно он включал напряжение, свечение появлялось заново. Удивившись своим открытием, он сделал небольшую публикацию. И через 50 лет в физико-медицинском университете он сделал первый снимок кисти своей жены, которая, увидев этот снимок, сказала, что она видела свою смерть. После этого он нашел одного из известных анатомов и показал этот снимок, что его привело в такое большое удивление. И аудитория, которая там была, взорвалась аплодисментами. И спустя некоторое время, год-два, он был удостоен Нобелевской премии. Прекрасный экскурс в истории у нас получился. Но нужно сказать, что сейчас не только медицина не представляет себя без рентгеновских лучей, но уже и химия, биология, космос, астрономия. То есть понятно, что они вошли сейчас плотно в нашу жизнь. Ну что ж, Даша, вам вторая часть вопроса. Какие же еще методы сейчас современная медицина применяют для того, чтобы определить состояние суставов? Ну, одним из самых доступных методов исследования в данное время является ультразвуковое исследование суставов. Из преимуществ данного метода – это возможность обследования пациента в режиме реального времени, возможность обследовать пациента в динамике. И с развитием новых методов получила такое распространение, как 3D-визуализация суставов. А из таких недочетов можно сказать, что этот метод очень зависит от аппарата, на котором проводится это исследование, и от специалиста, выполняемого данное исследование. Также в наше время достаточно часто используется магнитно-резонансная томография, метод послойного получения снимков той или иной области. То есть, как правило, данный метод наиболее часто применяется для более мягких структур. Например, это могут быть хрящи, суставы, которые находятся в суставе, связки, мышцы, внутренние органы. Из преимуществ – это отсутствие ионизирующего излучения. Поэтому данный метод может выполняться несколько раз. Из преимуществ – то, что можно и в различных позициях использовать, и при различной локализации каких-то образований. И также достаточно информативным методом является компьютерная томография. Тут уже используются ионизирующие излучения. Но из преимуществ – это достаточно быстрый метод исследования, то есть дает нам возможность получить результат в течение 5-10 минут. И из таких также преимуществ – это высокое качество по сравнению с рентгеновскими снимками. И также послойное изображение тех или иных структур сустава. Спасибо за Ваш ответ. Достаточно всё полно. Но я думаю, что наши врачи-специалисты знают ещё методы исследования, которые помогают врачам определить, прежде всего, причину заболевания. Или заглянуть непосредственно вглубь самого сустава. Илья Анатольевна, что ещё в своей практике Вы используете для диагностики? Ну, наверное, прежде всего, причины заболевания. Всё, что сказали, мы всё, конечно, используем. Я хочу сказать нашим зрителям и нашим пациентам, которые нас обязательно смотрят, что не надо бояться рентгеновского исследования. Мы не делаем рентгены часто, но вот то, что пугают рентгеновское излучение. Нет, там рентген кистей коленных суставов 0,03 миллизивра достаточно очень немного. Тем более их не делаются 10, он делается один. Поэтому не надо их бояться. Очень информативно. Хочу сказать, что МРТ исследования суставов, конечно, нам показывают изменения более на ранних сроках. И вот по сравнению с рентген-снимками, МРТ может опережать информативность 3-5 лет. Показывает раньше начальные признаки артроза либо артрита. Поэтому, но, к сожалению, МРТ в наших протоколах нет. В наших протоколах по лечению ревматологических заболеваний, в первую очередь, стоит рентген-обследование. То есть мы делаем вначале рентген, а потом уже уточняем, что нам нужно. МРТ, УЗИ или что-то другое. Как более доступный метод, наверное, да? Конечно же, мы очень часто много используем лабораторную диагностику, которая нам очень помогает в диагностике артроза, артрита и уже в дальнейшем. Общий анализ крови, биохимически развернутый анализ крови, обязательно ревмофактор. Сейчас для уточнения дебюта ревмотоидного артрита, что и есть в протоколах, мы делаем анализ на анти-ССП, который показывает более ранний, чем ревмотоидный фактор. О предрасположенности пациента к ревмотоидному артриту. То есть там чувствительность, специфичность 98%. Но в то же время, если мы получили этот анализ положительный, это не значит 100%, что у данного пациента ревмотоидный артрит. Потому что наши пациенты сейчас очень часто сами интерпретируют диагнозы в свою сторону, как они считают это нужным. Поэтому это все сложно. И должен именно ревматолог или знающий врач в этой области заниматься именно дифдиагностикой. Ну и что касается глубин самого сустава, наверное, это учесть только травматологов-ортопедов. Электроидж, что здесь вам? Какие доступны возможности? Как практикующий хирург хочу напомнить о такой методе исследования, как артроскопия. Это один из самых достоверных методов диагностики, который позволяет заглянуть внутрь сустава и увидеть те повреждения, заболевания и травмы внутренних структур, то есть связок, менисков, хряща, внутрисуставные переломы, инородные тела и другие повреждения. С помощью оптоволоконной техники, прибор называется артроскопом, это небольшая операция, через небольшой надрез мягких тканей мы можем осмотреть сустав изнутри, увидеть его внутренний мир. И этот метод позволяет нам поставить такие диагнозы, как остеартроз, ремотоидный артрит, позволяет взять биопсию и с последующим гистологическим исследованием этих тканей для окончательной верификации диагноза. Ну, кроме того, этот метод является не только диагностическим, но и лечебным. И многие операции выполняются на сегодняшний день именно артроскопически. То есть он сочетает в себя и диагностику, и лечение. То есть это такая уже точка, можно сказать, в постановке и диагноза, и лечения. Да, конечно. Никто не будет прибегать к артроскопии, пока не исчерпаны другие методы диагностики. На сегодняшний день в Республике Беларусь освоена артроскопия практически всех крупных суставов. Коленных, тазобедренных, локтевых, плечевых и даже кистевых суставов. Установлено, что характер нашего питания, а также образ жизни, наше поведение влияет на здоровье наших суставов и костей. И в этой связи у меня второй вопрос к ребятам. Ребята, назовите, пожалуйста, три самых вредных фактора для наших суставов и костей, по вашему мнению. И почему вы так считаете? Ну, думайте, вспоминайте все, что знаете, все свои знания. А мы пока продолжим разговор. Олег Петрович, следующий вопрос у меня будет к вам. Скажите, пожалуйста, есть ли есть дегенеративные изменения суставов? Это лечится как-то консервативно или это только замена сустава? Дегенеративные заболевания суставов, в первую очередь остеоартроз, это нарушение метаболизма хряща с последующим разрушением всех структур сустава. Страдают мениски, связки, синвиальная оболочка и капсула сустава. Страдают костные поверхности. Пациенты, к сожалению, зачастую приходят к нам, к ортопедам-травматологам, уже в терминальных стадиях остеоартроза. Если говорить о третьей-четвертой стадии остеоартроза, к сожалению, другой альтернативы мы предложить не можем. Эндопротезирование или ортропластика считается золотым стандартом ортопедии на сегодняшний день. Если эти патологии выявляются на ранних стадиях, первая-вторая стадия остеоартроза, ортопед-травматолог может тоже предлагать хирургическое лечение. Но это будет сустав-сохраняющая операция. Это та же ортроскопия с дебридментом, лаважом и хондропластикой сустава. Это корригирующая остеотомия. Это высокотехнологичная современная операция, которая тоже на сегодняшний день освоена в Республике Беларусь. Но если мы имеем дело с запущенными случаями, если индивидуально пообщавшись с пациентом, мы видим, что лечение другого предложить не можем, то да, мы прибегаем к эндопротезированию. Эндопротезирование – это операция по замене изношенных суставных поверхностей. Меняется либо целиком весь сустав. На сегодняшний день внедрены в практику и сустав-сберегающие операции, частичные замены суставной поверхности. Например, одномыщелковое или моноконделярное эндопротезирование коленного сустава. Остеосберегающие операции на тазобедренном суставе, которые позволяют нам заменить изношенную часть, но сохранить при этом костную массу. Выбор метода лечения проводится лечащим врачом индивидуально, с учетом конституциональных особенностей пациента, с учетом сопутствующей патологии, с учетом его образа жизни и приверженности к каким-то методам лечения. В тех случаях, когда хирургическое лечение противопоказано, либо пациент по каким-то причинам не приемлет хирургического лечения, проводится и консервативное лечение, в том числе и терминальных стадий артроза. Это лечение направлено на снятие симптоматики. Пытаемся влиять как-то патогенетически на процесс, в том числе путем введения внуть сустава или околосуставно, глюкокортикостероидов, протезов синавиальной жидкости или PRP-терапии. Это введение плазмы крови, обогащенной тромбоцитами. То есть у врачей достаточно много методов, не только замена сустава. Ну и такая еще очень важная проблема – это перелом шейки бедра для пожилых людей особенно. Как врачи сегодня могут помочь этим пациентам и чем, в принципе, опасен этот перелом? Переломы верхнего отдела бедренной кости, к которым относится в том числе и перелом шейки бедра, они встречаются чаще в пожилом возрасте. Причины, которые к этому приводят, они многообразны. Это не только снижение минеральной плотности костной ткани, уменьшение мышечной силы, ослабление мышечного каркаса, но это и те анатомические изменения, которые идут в организме человека, в частности, в области шейки бедра с возрастом. Эти переломы пожилые люди зачастую получают с минимальной травмой или вовсе без какого-то травмирующего агента. И очень важно своевременное оказание помощи таким пациентам. Если человек прикован к постели, то, понятно, у него обостряются все сопутствующие патологии, возникает риск осложнений, в том числе угрожающих жизни, летальных осложнений, например, тромбоэмболия легочной артерии. Поэтому первоочередная наша задача, врачи-ортопедов-травматологов, это вертикализация, ранняя вертикализация таких пациентов. Если в силу сопутствующей патологии мы не можем прибегнуть к хирургическому лечению, а хирургическое лечение, конечно, показано при переломе шейки бедра, в этом случае нам остается только палеотивная терапия. Но, опять же, мы должны понимать, что человека надо вертикализировать. Научить его ходить, заново научить ходить. С помощью средств опоры, с костылями, с ходунками. И при этом проводить профилактику тех осложнений, которые могут развиваться. Но все же нужно стремиться вернуть человека к нормальной жизни. Для этого мы предлагаем первичное эндопротезирование тазобедренного сустава. К сожалению, в пожилом возрасте хирургическое лечение, направленное на остеосинтез перелома, не дает хорошего результата. У пожилых людей эти переломы не срастаются, даже при активной хирургической тактике. Поэтому альтернатива – это эндопротезирование в ранние сроки после травмы. До развития тех осложнений, которые могут украшать жизни пациента. Ну что ж, спасибо большое за ответ. И сейчас, наверное, наши ребята уже готовы. Мы послушаем, какие же они подготовили вредные факторы для костей и суставов. Пожалуйста, кто? Дашь? Я первая, да. По нашему мнению, один из первых факторов – это все-таки неправильное несбалансированное питание. То есть это отсутствие в рационе определенных овощей, молочной кислой продукции, которые предотвращают поступление калия и кальция в организм непосредственно. Также мы решили, что сейчас очень остро встает проблема лишнего веса. И это делает лишнюю нагрузку на опорно-двигательный аппарат. И опорно-двигательный аппарат начинает быстрее изнашиваться. Вот. И помимо этого же все-таки сейчас множество людей, которые употребляют кофеин, который в свою же очередь способствует вымыванию кальция из организма, что также пагубно воздействует на опорно-двигательный аппарат. И хотя Даша сказала, что это мы решили, я думаю, что у Станислава тоже есть что добавить. Да, есть что дополнить. На самом деле не будем забывать о травматизме. Это одна, наверное, как мы считаем, тоже из серьезных таких проблем и факторов, которые будут влиять на опорно-двигательный аппарат. Ну и также к ожирению можно прибавить, что чрезмерные нагрузки, то есть перенос больших грузов и так далее. Особенности профессии тоже не будем забывать. Ну хорошо. Мы принимаем ваш ответ, вашу точку зрения мы услышали. А сейчас я предлагаю у наших специалистов уточнить, насколько были полными ответы наших ребят. Единственное, что хочу добавить, это гиподинамия. Наши подростки и взрослые, и пожилые очень мало занимаются спортом. Спортом для здоровья, не спортом, который ведет к медалям. Каждый человек должен двигаться минимум каждый день. Это не значит, что лечь на диван, и все, я буду хранить свои суставы. Это тоже плохо. Потому что двигательная активность ведет к тонусу мышц. Когда мышцы в тонусе, тогда и костям, скелету легче. Если нет мышц, вся нагрузка падает на позвоночник, на тазобедренные, на коленные суставы. Тогда, конечно же, пациент себя чувствует значительно хуже. Поэтому гиподинамия для скелета, для здоровья человека плохо. Однозначно. Не всегда, к сожалению, факторы образа жизни могут быть достаточными для лечения и профилактики остеопороза. Поэтому очень важно своевременно обратиться к своему доктору. Пускай это будут участковые терапевты, врач общей практики, врач-ревматолог, врач-ортопед. На сегодняшний день в арсенале нашего здравоохранения есть достаточно методов для своевременной диагностики этих патологий. Дентитометрия, биохимические исследования. И в дальнейшем производится подбор препаратов, которые будут защищать ваши кости, ваши суставы. И это позволит не занести вас, лично вас, как пациента, в группу риска по патологическому перелому. Спасибо большое, что вы согласились на встречу. Ну и в конце еще пожелания нашим телезрителям. Что бы мы хотели такое им сказать, чтобы, в общем-то, заставило их задуматься о своем здоровье уже сегодня? Не оставляйте просто так боли в суставах бездейственным. Потому что боль в организме – это сторожевой пёс нашего нормального существования. Если есть боль, значит, в организме что-то не так. И в норме суставы болеть не должны. Это должны знать все. Потому что иногда к нам, к сожалению, пациенты приходят очень поздно, потому что они объясняют тем, что я думала, что это нормально, я вот поработала, а у меня заболела колено, и она так думала 10 лет. А потом, когда пришла, уже поздно нам что-то сделать. Поэтому я хочу сказать всем, что если болит сустав, идите к доктору. Спасибо. То же самое я могу сказать и о болях со стороны опорно-двигательного аппарата. Кости тоже не болят просто так. И мышцы тоже не болят. Это может быть симптомом или проявлением какого-то серьёзного заболевания. И необходимо обратиться к доктору своевременно. Спасибо большое. Будьте здоровы. Фаина Раневская, которая была не только талантливой актрисой, но и человеком с потрясающим чувством юмора, говорила. В моём возрасте здоровье – это когда каждое утро болит уже в другом месте. Мы же желаем вам, чтобы у вас нигде не болело. Будьте здоровы и до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова